Президент США Барак Обама продлил на год санкции против России из-за агрессии против Украины. В сообщении администрации Белого дома говорится, действия Москвы в Украине несут угрозу миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Напомним, что санкции касаются российских политиков, причастных к аннексии Крыма и арест активов тех, кто был причастен к подавлению протестов в ходе революции достоинства. Ужесточили ограничительные меры против Крыма и продлили запрет для американского бизнеса на сотрудничество с крымскими компаниями. Перемирие, которого достигла группа нормандского формата, это прогресс. Так считает глава Мингермании Франк Вальтерштейнмайер. Он уверен, пришло время начать подготовку к выборам на оккупированных территориях. Их можно провести в первой половине года. Об этом Штейнмайер говорил, выступая перед американскими конгрессменами в Хельсинской комиссии. «Мы до сих пор далеки от политического решения, но сейчас идет чрезвычайная деэскалация конфликта. И с точки зрения людей, которые живут в Восточной Украине, это реальный прогресс. Сейчас в нормандском формате мы пригласили на 3 марта министров иностранных дел России и Украины в Париж, где мы обсудим следующий шаг минских договоренностей. Это соглашение о новом избирательном законодательстве, которое позволит проведение выборов в Восточной Украине и обеспечит их легитимность». Глава МИД Германии также заявил, странам нормандской четверки было нелегко начать минский процесс. В старте – большая заслуга ОБСЕ. «Украинцы настрадались достаточно. Пришло время, чтобы кровопролитие закончилось, чтобы беженцы и переселенцы вернулись домой. Именно поэтому мы сегодня здесь собрались, чтобы обсудить, какую роль в этом может сыграть ОБСЕ». А конгрессмен Джозеф Питц сказал, у дипломатии шансов на успех мало, оккупанты понимают только язык силы. «Украине нужно предоставить оборонительное оружие, чтобы они смогли себя защитить. Я бы даже еще больше сделал». На границе Греции с Македонией продолжает расти количество беженцев. Их собралось уже больше 10 тысяч. Представители гуманитарных организаций говорят, ситуация может выйти из-под контроля, если мигрантам не позволят пересекать границу. Продолжается и наплыв беженцев, прибывающих с греческих островов в Порт-Пирей. С начала года берегов страны достигли больше 130 тысяч человек. В ООН говорят, Греция может не справиться с этой проблемой сама. В Швеции открылся первый магазин, который работает без обслуживающего персонала. Он продуктовый и круглосуточный. Находится в удаленном небольшом городке Викен. Владелец магазина – местный IT-специалист Роберт Ильясон. «Я открываю приложение. И когда хочу открыть дверь, я просто провожу пальцем по своему телефону. У меня здесь около 450 наименований продукции. Все, что может понадобиться в сельском магазине». Покупателю нужно просто предварительно зарегистрироваться на сайте и скачать специальное мобильное приложение. «Далее нужно отсканировать штрих-код на продукте, и покупка совершена. Это магазин без персонала, основанный на доверии, и здесь не нужны наличные. Все делается через приложение». Идея открыть круглосуточный магазин поблизости пришла к Роберту по воле случая. Как-то раз он остался один с семимесячным сыном, и у того закончилось детское питание. «Я запаниковал, сел в машину вместе с кричащим ребенком и ехал 20 минут до ближайшего магазина, потому что была ночь. В ходе этой поездки я понял, что хочу, чтобы круглосуточный магазин был поближе». Но содержать такое в небольшом городке сложно. Стандартные магазины просто не окупаются. «Сложность в количестве покупателей, оно очень небольшое, и нужно получить прибыль даже когда у вас всего 50-100 клиентов в день. Чтобы содержать сотрудников, нужно иметь 300, 400 или 500 клиентов в день. Но в маленькой деревне это невозможно». Поэтому магазин без персонала стал отличным выходом. Закупает и раскладывает продукты сам владелец. Сигареты, алкоголь и лекарства здесь не продаются. Входная дверь подает сигнал, если открыто дольше 8 секунд, а для наблюдения есть шесть камер. Магазин открылся в январе, и никаких проблем пока не возникало. «Я знаю, кто находится в магазине. Ещё у меня есть камеры, обращённые на полки, и они показывают, когда кто-то берёт что-то оттуда». Местные жители рады новому сервису. «Здесь нет очередей. Я захожу, и выхожу очень быстро. Это очень удобно». «Идея замечательная, и она может облегчить жизнь многим одиноким пожилым людям. Но я не знаю, смогут ли они освоить эти технологии». Чтобы облегчить доступ для пожилых людей, Илья Сон теперь рассматривает вариант открытия двери с помощью сканера для банковских карт. Предприниматель надеется, что его разработки помогут вернуть магазины в небольшие посёлки Европы.